Выясни, почему в поставах и миорах, или где там он говорит, пропал лён? Вот скажи мне, ответь мне на конкретный вопрос. Ну, отвечаю, очень просто, потому что сплошные нарушения технологий воздействия. А он говорит, Господь виноват. Ничего подобного. Конечно, природные условия были, но вот посмотрите, я проведу простой пример по слову, да. Знаете, я туда приезжаю, это было 10 июня, лён практически погибал. Унесите мультселен, унесите подкорку в некорневую 15 килограмм азота, через две недели посмотрим. Приехали, через две недели я приехал, идеальный кругом лён. Значит, я так понимаю, в стране саботаж? Ну, саботажа нет, но... А что? Саботажа нет, даже дожмём в этом году всё, до каждого гектара. Если только в будущем году не проконтролируешь, вместе с Гусаковым, Гусаков и ты, не проконтролируешь технологии возделывания льна, а ты этого не обеспечишь, в наручниках пойдёте в тюрьму. Я вам клянусь. Поэтому лучше посади их, губернаторов, чем сядешь ты. Это их зона ответственности. Дворник, 4 тысячи гектаров несчастных, он не может возделывать лён. 4 тысячи! Пусть голубь скажет, что такое 4 тысячи для губернатора? Такой огромной области. А Шерстнёву языком поляпать перед президентом ничего не стоит. Так я тебе докажу, что будет стоить. Садись! А мне хотелось, чтобы ты свою политическую и хозяйственную карьеру с орденом ушёл. А не наручниках. Разгильдяи. Не хотите работать? Придите и скажите, что не хотим. В итоге в Беларуси должны быть.